Да, действительно, я согласен с вами. Я тоже не встречал какие-то рекламы, то что называется приглашение на уроки. Наверное, есть места, где эту книгу учат, или это две книги в Танахе Еврейской Библии. Она называется Эзра. Она составлена по пророческим взглядам Эзры на мир во время возвращения нашего народа в Израиль после Вавилонского пленения, то есть через 70 лет после разрушения первого храма. Эзра был во главе нашего народа, и он составил книгу на основе видения, на основе задач, которые стоят при возвращении. Понятно, что очень важная книга. Собственно говоря, мы не будем давать оценки книгам Танаха. Каждое слово, каждая глава, каждая фраза, все нужны. Но просто я хотел для тех, кто не читал, сказать. И также Нехемия. Нехемия тоже человек пророческого статуса, мудрец, который был советником при Персидском дворе примерно в те же времена, когда жил и Эзра. А большинство евреев жили под властью Персидской империи. Сегодня это Иран. И Нехемия был один из советников, и ему дали, в царском дворе ему было дано указание пойти в Персисраэль и присмотреть, чтобы, во-первых, евреи действительно восстановались снова хорошо. Это было очень непросто. Здесь было много врагов еврейского народа. Они захватили эту страну, когда нас не было в эти 70 лет. И чтобы все было правильно, и, как говорится, все было как должно быть. И Нехемия тоже записал свой опыт, свои мысли, свои видения пророческие. Так что книги уже из этого следуют очень важные и нужные. Они непростые для изучения. Часть их, особенно у Нехемии, часть их написана на арамейском языке, не на иврите. Но все равно есть комментарии к этому, есть разъяснения. Это очень было бы важно учить и так далее. Но сложилось, я даже не могу, честно говоря, даже не могу точно сказать почему. Сложилась такая тенденция, что поскольку книги сложные и в них мало есть, мало разъяснений наших законов и правил нашей жизни, то это оставляют для тех, кто изучает весь Танах и есть среди нас. В каждом поколении есть немало великих учителей Торы, великих, я подчеркиваю, учителей Торы, которые изучают все книги Танаха наряду с Талмудом, с Мишной, с книгой Зогар и так далее, и так далее. Они изучают и эти две книги тоже. Но это не удел массового изучения. Поскольку в Талмуде, нужно сказать, защиту немножко, не оставим так это все без защиты, поскольку в Талмуде вкрапляя, вкраплены немало глав из книги Эзерин и Хеми, и обсуждаются они в контексте, с правильных позиций, то, что называется, с правильным пониманием, и считается, что это более-менее достаточно. Я не берусь судить. Надо изучать так, как наши великие четыре Ани изучают весь Танах от начала до конца. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok